Здравствуйте! В строении бактериальной клетки нет ядра. Агенный код несет в себе нуклеоид. Многие бактерии перемещаются посредством жгутиков, количество которых может достигать миллиона на одном микроорганизме. Некоторые виды патогенных микроорганизмов до сих пор являются устойчивым ко многим видам известных антибиотиков. Хотите узнать о строении оболочки бактерий и о том, как ее можно преодолеть? Как все это связано с бактериальными токсинами? Тогда поехали! Структура бактериальной клетки. В ней мы с вами различаем основные компоненты и дополнительные компоненты. Все они представлены на рисунке. А теперь поговорим отдельно о каждом. Первая – это клеточная стенка. В клеточной стенке грамм положительных бактерий содержится небольшое количество полисахаридов, липидов, белков. Основным компонентом клеточной стенки этих бактерий является многослойный пептидогликан или муриин, составляющий от 40 до 90% массы клеточной стенки. С пептидогликаном клеточной стенки грамм положительных бактерий тесно связаны тейхоевые кислоты, от греческого слова «тейхос» – стенка. В состав клеточной стенки грамм отрицательных бактерий входит наружная мембрана, связанная посредством липопротеина с подлежащим слоем пептидогликана. На ультратонких срезах бактерий наружная мембрана имеет вид волнообразной трехслойной структуры, сходной с внутренней мембраной, которую называют цитоплазматической. Основным компонентом этих мембран является бимолекулярный двойной слой липидов. Внутренний слой наружной мембраны представлен фосфолипидами, а в наружном слое расположен липополисахарид. При нарушении синтеза клеточной стенки бактерий под влиянием лизоцима, пенициллина, защитных факторов организма образуются клетки с измененной формой. Это протопласты – бактерии, полностью лишенные клеточной стенки. Это сферопласты – бактерии с частично сохранившейся клеточной стенкой. А бактерии сферы или протопластного типа, утратившие способность к синтезу пептидогликана под влиянием антибиотиков и других факторов, но способные к размножению, называются л-формами. Они представляют собой астматически чувствительные, шаровидные, колбовидные клетки различной величины, в том числе и проходящие через бактериальные фильтры. Некоторые л-формы нестабильные. При удалении фактора, приведшего к изменению бактерий, они могут реверсировать, возвращаясь в исходную бактериальную форму. Между наружной и цитоплазматической мембранами находится переплазматическое пространство или переплазма, содержащая ферменты, такие как протеазы, липазы, фосфатазы, нуклеазы, бета-лактомазы, а также компоненты транспортных систем. На данном слайде вам представлены функции клеточной стенки. Это и защита бактерий от внешних воздействий. Через клеточную стенку бактерий осуществляется транспорт питательных веществ. Клеточная стенка поддержит постоянство внутренней среды и формы бактерий. Она участвует в делении. На ее поверхности располагаются рецепторы для различных веществ. Ее структура и состав определяют антигенную характеристику бактерий. Она способна по-разному воспринимать красители, и на этом основаны тенкториальные свойства бактерий, в частности, их дифференциация по окраске по грамму, на грамм положительный грамм отрицательный. Нарушение же синтеза компонентов клеточной стенки приводит к гибели бактерий или образованию L-форм. Следующая – это цитоплазматическая мембрана. Она ограничивает цитоплазму. Состоит из липидов от 15 до 30%, белков до 70% и углеводов до 5%. В ее стройнении мы с вами различаем три слоя. Первый – белковый, затем идет двойной слой липидов, и далее снова белковый слой. Функции цитоплазматической мембраны Транспорт растворенных веществ в клетку, транспорт электронов и окислительное фосфорилирование, синтез гидролаз, локализация ферментов, необходимых для синтеза ДНК, составных частей клеточной стенки и цитоплазматической мембраны, а также участие в спорообразовании. Наряду с цитоплазматической мембраной мы с вами рассматриваем и мезосомы, поскольку они являются ее производными. Они образуются в виде концентрических мембран, пузырьков, трубочек, петель. Располагаются в разных местах клетки, связаны с нуклеоидом, участвуют в делении клетки и спорообразовании. Цитоплазма состоит из растворимых белков, риболинуклеиновых кислот, включений и многочисленных мелких гранул рибосом, ответственных за синтез белков. В цитоплазме мы с вами различаем особенности строения. Это является то, что она бесцветная, полупрозрачная, вязкая, имеет цитоплазматические нити. К основным ее функциям относится осуществление постоянного движения внутри живой клетки. Это организация обмена веществ, а также объединение всех клеточных структур и компонентов, и обеспечивание их взаимодействия. Что касается генетического аппарата клетки, он представлен нуклеоидом, то есть замкнутой в кольцо двуцепочечной молекулой ДНК. Бактериальная хромосома никогда не связана с гистонами. На клетку может приходиться до 40 копий бактериальной хромосомы. Генетический аппарат бактерий характеризуется определенными особенностями. В нем отсутствует ядерная оболочка, отсутствует ядрышка, ДНК находится непосредственно в цитоплазме, нет деления на хромосомы. ДНК бактерий – аналог хромосомы эукариот. В клетке может находиться несколько копий ДНК. Отсутствует митос и миоз. Бактериальная хромосома – это высокоорганизованная компактная структура. ДНК в ней находится в суперспирализованной форме и образует от 20 до 140 витков, соединенных с плотной центральной зоной, состоящей из рибонуклеиновой кислоты, которая обеспечивает компактность формы бактерий. Репликация бактериальной хромосомы проходит по полуконсервативному механизму. В клетках бактерий находятся и внехромосомные генетические элементы – это плазмиды и эписомы. Плазмиды – это небольшие кольцевые молекулы ДНК, способные к автономной репликации. Плазмида, которая интегрируется с хромосомой, называется эписома. Ее репликация происходит вместе с бактериальной хромосомой. Чаще плазмиды несут гены антибиотикоустойчивости, выработки таких веществ, как колицинов и токсинов. Следует сказать, что плазмиды не являются жизненно необходимым структурным компонентом бактериальной клетки. Репосомы являются важными компонентами всех клеток и связаны с синтезом белка. Они очень маленькие по размеру, поэтому их можно визуализировать только в свете электронного микроскопа. Репосомы, прикрепленные к мембранам, ответственны за синтез белков, которые будут вставлены в плазматическую мембрану или отправлены наружу клетки. Свободные репосомы, которые не связаны с какой-либо структурой в цитоплазме, синтезируют белки, предназначение которых находится внутри клетки. Наконец, репосомы митохондрии синтезируют белки для митохондриального использования. Таким же образом, несколько репосом могут соединяться и образовывать полирепосомы, образуя цепь, связанную с РНК-мессенджером, синтезируя один и тот же белок многократно и одновременно. Все они состоят из двух подразделений. Одно называется большим или большим, а второе называется меньшим или маленьким. Репосомы представляют собой небольшие клеточные структуры, округлые и плотные, состоящие из репосомальной РНК и белковых молекул, которые связаны друг с другом. Большая субединица называется 50С, а маленькая называется 30С. В совокупности они образуют структуру 70С. Субединица 30С вытянута и несимметрична, тогда как 50С толще и короче. Капсула клетки – это поверхностная слизистая структура, образующаяся вокруг оболочки. Это аморфное вещество имеет большое значение для жизнедеятельности клетки, делает оболочку более прочной и плотной, служит защитным барьером на пути фагоцитов, иногда выполняет роль кладовой, храня запасы пищи. В строении капсулы различают два слоя – внутренний и наружный. Внутренний слой – это часть наружного слоя цитоплазмы клетки, а наружный – это результат секреторной функции бактерий. Многие бактерии образуют микрокапсулу. Это слизистое образование толщиной менее 0,2 микрометров, выявляемое лишь при электронной микроскопии. Споры. Споры – это покоящаяся клетка, служащая для сохранения вида в неблагоприятных условиях. Она не является способом размножения, она устойчива к факторам внешней среды, а при благоприятных условиях может прорастать вегетативную форму. Как же происходит спора образования? Здесь мы с вами различаем основные четыре стадии. Первая – это подготовительная стадия. Процессу предшествует перестройка генетического аппарата клетки. Ядерная ДНК вытягивается в виде нитей и концентрируется у одного из полюсов клетки, либо в центре, в зависимости от вида бактерий. Эта часть клетки называется спорогенной зоной. Далее идет образование проспоры. В спорогенной зоне происходит обезвоживание и уплотнение цитоплазмы и обособление этой зоны с помощью перегородки, образующейся из цитоплазматической мембраны. Проспора – это структура, располагающаяся внутри клетки и отделенная от нее двумя мембранами. Далее следует формирование оболочек споры. Между мембранами формируется кортикальный слой – кортекс, сходный по составу с клеточной стенкой вегетативной клетки. Помимо пептида гликана – муриина, в кортексе содержится кальциевая соль дипикалиновой кислоты, которая синтезируется клеткой в процессе спорообразования. Затем сверху мембраны синтезируется оболочка споры, состоящая из нескольких слоев. Число и строение слоев различны у разных видов бактерий. Оболочка малопроницаема для воды и растворенных веществ и обеспечивает большую устойчивость спор к внешним воздействиям. Ну и далее выход споры из клетки. После созревания споры разрушается оболочка и спора выходит наружу. Процесс спорообразования длится несколько часов. Таким образом, спора – это обезвоженная клетка, покрытая многослойной оболочкой, в состав которой входит кальциевая соль дипикалиновой кислоты. Основной особенностью бактериальных спор является их высокая термоустойчивость. Попадая в благоприятные условия, спора прорастает. Процесс превращения споры в растущую вегетативную клетку начинается с поглощения воды и набухания. При этом происходят глубокие физиологические изменения. Усиливается дыхание и активизируются ферменты. В этот же период спора теряет свою термоустойчивость. Затем внешняя оболочка ее разрывается, и из образовавшейся структуры формируется вегетативная клетка. Жгутик – это поверхностная структура, присутствующая многих прокариотических и эукариотических клеток и служащая для их движения в жидкой среде или по поверхности твердых средств. Жгутики прокариот и эукариот принципиально различаются. Бактериальный жгутик имеет толщину до 20 нанометров и длину до 15 микрометров. Он пассивно вращается расположенным в мембране мотором. Жгутики же эукариот толщиной до 200 нанометров и длиной до 200 микрометров могут самостоятельно изгибаться по всей длине. Расположение жгутиков может быть монотрих. Вы видите один жгутик с одного полюса клеточки. Лофотрих – это пучок жгутиков с одного полюса клеточки. Амфитрих – расположение жгутиков по обоим полюсам клеточки. И перетрихи, когда жгутики располагаются по всей поверхности клетки. Жгутики бактерий состоят из основных трех субструктур. Это филамент, полая белковая нить, состоящая из белка флагелина. Полость внутри используется при синтезе жгутика. Он происходит в направлении цинтоплазматической мембраны. По полости к собираемому в настоящий момент участку переносится субъединицы флагелина. Далее – это крюк, более толстый, чем филамент, белковое образование. И следующее – это базальное тело, состоящее из набора колец. Это М и С – кольца, которые являются обязательными элементами. Причем М – кольцо находится в цитоплазматической мембране, АС – в переплазме граммотрицательных бактерий и пептидогликановом слое граммпровожительных бактерий. Еще существует два кольца П и Л, которые есть только у граммотрицательных бактерий. Они расположены в пептидогликановом слое и наружной мембране соответственно. Неподвижны и лишь направляют стержень ротора мотора. У клетки также присутствуют такие структурные компоненты, как фимбрии и пили. Это белковые волоски, состоящие из белка пилина. Их различают две группы в зависимости от их функций. Первая группа – это пили, которые служат для прикрепления микроорганизма или его адгезии. А вторая группа – это половые F-пили или фактор фертильности. Это секс-пили, которые участвуют в процессе конъюгации. Что касается включений. Это необязательный компонент бактериальной клетки. Они разнообразны по форме, химическому составу и назначению. Они могут быть твердыми, жидкими и газообразными. Принято различать два вида включений – ограниченные белковой мембраной и лишенные мембраны. Газовые вакуоли относятся к мембранным включениям. Это преимущественно полые цилиндры. Состав газа в вакуолях соответствует газовому составу окружающей среды. Наиболее богата газовыми вакуолями цитоплазма водных бактерий. Основная масса включений – это запасные питательные вещества. К таким образованиям относят полисахаридные, валютиновые, полибета-оксимасляные включения. Полисахаридные включения бывают размером до 200 нанометров и лишены мембраны. Накопление полисахаридов обычно стимулируется недостатком азота и регулируется на уровне генома. Аккумулированный полисахарид слушает источником энергии и углерода. Накопление полибета-оксимасляной кислоты характерно только для прокариот. Гранулы этого вещества округлены в цитоплазме белковой мембраной. Образующиеся при распаде гранул вещества используются для роста бактериальной клетки. Конгломераты валютина образованы преимущественно полифосфатами и выглядят в виде округлых телец размером до 1 микрометра. Валютин способен растворяться в щелочах и горячей воде. Своё название валютин получил от названия бактерий спирилюм валютанс, где, как считали раньше, это вещество способно накапливаться в виде зерен. Намного позже выяснили, что эти зерна состоят из полибета-оксимасляной кислоты, а не из валютина. Основное назначение валютиновых зерен – это источник энергии и фосфора. Запасные вещества прокариот представлены полисахаридами, липидами, полипептидами, полифосфатами, отложениями серы. Из полисахаридов в клетках откладываются гликоген, крахмал. Крахмалоподобное вещество гранулеза, которое является специфическим запасом венеробных споровых бактерий из группы квастритий. Названные полисахариды построены из остатков глюкозы. В неблагоприятных условиях они используются в качестве источника углерода и энергии. Другой широко распространенный тип запасных веществ многих прокариот – это полифосфаты, содержащиеся в гранулах, называемых метахроматиновыми зернами или зернами валютина. Используются клетками как источник фосфора. Полифосфаты содержат макроэргические связи и таким образом являются депо энергии, хотя считается, что их роль как источники энергии незначительна. Мы с вами на этой лекции знакомимся и с методами окраски. Это простые и сложные методы окраски. В данном случае вы видите простые методы окраски, когда используется только один краситель. В данном случае либо окраска метиленовым синим, либо окраска водным фуксином. Цель использования простых методов окраски – это выявление наличия микробов в патологическом материале, а также изучение формы и расположение их в мазке. Сложным методом окраски – это относятся методы окраски, в которых используется целый набор красителей. И они подразделяются на две группы – дифференциальные и выявляющиеся структуру бактериальной клетки. К дифференциальным относятся метод грамма. Благодаря этому методу мы дифференцируем грамм положительные и грамм отрицательные бактерии, что является важным токсономическим признаком. Метод Цель-Нильсена дифференцирует кислотоустойчивые и некислотоустойчивые бактерии. Принципиальное значение это имеет в диагностике туберкулеза. Следующая группа – это группа окрасок, влияющих, выявляющих структуры бактериальной клетки. Если нам необходимо увидеть спору, мы используем метод Ажишко. Метод Бурегинса мы используем для выявления капсулы. Включение зерен валютина мы используем метод Нейсера. Метод Пешкова нам нужен для определения клеточной стенки. Ну а метод Романовского гимза мы можем использовать для окраски нуклеоида, рикетсий, хламидий, спирохет. На этом наша лекция закончена. Большое спасибо за внимание и до следующей встречи!